добрый вечер слушатели вебинара как онлайн кто уже начинает присоединяться к нашему сегодняшнему мероприятию так и и оффлайн те кто будет смотреть запись нашего вебинара сегодня мы с вами проведем нашу встречу на тему того как начать торговать на финансовых рынках технически торговать вот то есть как зарабатывать средства путем спекуляции на финансовых рынков по различным финансовым инструментом и интересен на вебинар наш будет в первую очередь начинающим начинающим трейдером потому что мы затронем самые азы которые вам необходимо знать мы с вами откроем торговый счет мы с вами настроим платформу metatrader 4 и я на примере своего на экрана покажу вам как нужно открывать сделку выставлять соответственно стоп лосс и take profit по ней и какие функции необходимо использовать в терминале для того чтобы начать торговать то есть самые азы и так начнем по порядку я так понимаю что каждый из зарегистрировавшихся на вебинарах является клиентом нашей компании вот поэтому у каждого из вас должен быть личный кабинет я бы вот вас сейчас попросил зайти в личный кабинет он нам понадобится для того чтобы открыть счет вот и давайте начнем с самого начала в конце вебинара возможно несколько минут я смогу уделить непосредственно работе с функционалом который вам открывает личный кабинет но сначала нам необходимо разобраться с тем как начать торговать в платформе мета трейдер 4 сразу скажу что сегодня мы с вами не будем нет звука странно попробуйте сделать громче ваш микрофон потому что насколько я вижу звук работает вот отлично это значит я немножко запозданием ну все давайте не будем тогда останавливаться на каких-то мелочах которые связаны с техническим характером я проверил все настройки моя гарнитура установлена на максимум так же как и все настройки в интерфейсе вебинара и сконцентрируемся на сути потому что если вы только начинаете работать с финансовыми рынками то что я вам сейчас расскажу будет полезно то есть по сути это то что вам нужно будет сделать все шаги вот прям по полочкам раз два три итак мы находимся в личном кабинете на сайте эй маркет у каждого из вас есть этот личный кабинет открывается он очень быстро буквально за две минуты никаких верификации не требуется проходить для того чтобы у вас был доступ ко всему функционалу личного кабинета поэтому если у кого-то из вас еще нету личного кабинета обязательно его откройте из личного кабинета я сейчас зарегистрирую демо счет для этого в вкладке счета я нахожу пункт новый демо счет выбираю его тип мне больше подходит директ давайте сразу сделаю небольшую ремарку у вас есть возможность выбрать демо счет classic дирек и сн и дирек для новой платформы я думаю каждому из вас будет в первую очередь интересен либо классике либо директ отличаются не тем что на типе счета classic у вас четыре знака после запятой и спрэд это комиссия которую вы платите брокеру фиксированная на типе счета директ она плавающая вот то есть говоря проще если вы будете торговать исключительно новостях будете рисковать вам возможно будет выгоден тип счета classic а потому что спрэд у вас не будет расширяться если вы торгуете просто в обычное время выгоднее будет тип счета директ мне подходит больше тип счета директ потому что там пять знаков и плавающий спрэд в обычное время на ниже так вот я нажимаю кнопку открыть демо счет и система выдает мне сразу же номер счета и пароль которые являются соответственно логином и паролем для входа в платформу для того чтобы войти в платформу я копирую сначала логин вот платформу я уже скачал и установил это займет у вас буквально может быть 30 секунд программа очень простая скачивается она на нашем сайте вот соответственно и еще одну вкладку открыл трейдинг торговые платформы и нажимаем чать для windows все платформа скачивается инсталляции и займет у вас буквально пару минут так вот идем дальше я скопировал номер счета и сейчас его буду вставлять в соответствующую графу логин затем я внимательно копирую пароль очень часто от клиентов поступает вопроса что не получается зайти на демо счет зачастую это связано с тем что при копировании пароля захватывайте пробел либо перед либо после пароля будьте внимательны к этому вставляю пароль сервер мы открыли сами демо счет так как мы только тренируемся нажимаем готово сейчас мы с вами слышим характерный звук когда у нас происходит авторизация счета и видим вот платформу метод рейдер 4 в базовом варианте вот то есть так как вы увидите и и каждый из вас прошлый вебинар я проводил с настроенным уже у меня терминалом там все сделано было уже под меня и соответственно многие моменты я что-то убрал что-то добавил не совсем были ясны слушателям сейчас я думаю мы с вами настроим все в базовом варианте а так чтобы каждому из вас было удобно работать с терминалом так вот давайте по порядку я сейчас буквально пару слов расскажу вам о каждом из окон терминала метод рейдер 4 на и мы вместе с вами его настроим сверху мы видим панель а в которой располагает самая часть важная для нас часть терминала этот таймфрейм и предлагаю знакомство с терминалом именно с них и начать ну во первых давайте вот я нажимаю развернуть на один график чтобы они были большие удобные для восприятия и сейчас закрываю навигатор он нам не понадобится немножко увеличиваю обзор рынка и сейчас я хотел бы на примере распространенной самой пары евро доллар сейчас мы с вами найдем евро юсд показать вам как можно работать с платформой метод рейдер 4 и настроить ее в таком ключе в котором вам с ней будет работать удобнее всего не могу найти евро доллар в базовом варианте не очень удобно сделано то что у нас символы могут быть смешаны либо это у меня под конец дня уже просто замелькнул все валютные пары евро доллар значит у нас она не отображается если вы встречаетесь с тем что валютная пара какая-то либо инструмент не отображается нажимаете правой кнопкой мыши по обзору рынка и указывает указывает и указываете показать все символы а теперь она у нас должна была появиться валютная пара евро доллар сейчас мы с вами найдем вот по порядку идем извиняюсь извиняюсь за некоторую техническую задержку но я правда не могу увидеть евро доллар в вот евро юсд она у нас почему-то попала вот сюда ближе к концу хотя это самая распространенная пара вот зажав эту пару из обзора рынка я перетягиваю ее на график и мы видим сейчас график евро доллара давайте настроим в удобном виде этот график чтобы нам с ним приятно работать для этого я предлагаю вам нажать правой кнопкой мыши по поле графику нажать свойства и во первых выбрать цветовую схему черно-белую и во вторых сразу же отобразить линию ask то есть мы нажимаем общие и указываем показать линию ask окей то есть в таком будет удобнее с ним работать давайте я сразу вам расскажу про таймфреймы и про линию ask которую мы с вами сейчас отобразили во первых мы работаем с графиком практически всегда в формате отображения графика японскими свечами японская свеча вот на примере давайте рассмотрим вот этой свечи это графическое изображение цен за определенный период в данном случае так как мы смотрим таймфрейм h1 видите подсказка выскакивает 1 час каждый из свечей показывает движение цены ровно за 1 час белые свечи у нас бычи то есть они показывают рост черные свечи у нас медвежьи они показывают падение соответственно вот на примере этой японской свечи мы видим что по на отметке 1.1284 этот час был открыт в дальнейшем цена у нас поднималась и опускалась в пределах диапазона нижняя точка 12.73 а наивысшая точка 13.16 ну это грубо там может быть один пипся где-то ошибся и в итоге этот час у нас закрылся на отметке 1.13.05 вот столько информации у нас содержит всего лишь один графический элемент теперь давайте поговорим о таймфреймах знакомства с каждым из инструментов я вам предлагаю начинать с таймфрейма МН это один месяц мы меняем масштаб уменьшаем его чтобы график был более наглядным и видим движение валютной пары евро доллар то есть сколько евро мы можем купить за доллары вот с периодов с периода ранее чем 1995 год на этом графике каждая свеча отображает ровно один месяц соответственно мы можем теперь разбить этот график на более локальное время передвигаясь вот между этими таймфреймами если мы хотим посмотреть вот последние у нас несколько месяцев что было внутри вот этих свечей как ходил график мы нажимаем W1 это week one недельный график и видим уже более детализированную картину потом спускаемся ниже нажимаем D1 сейчас мы с вами видим дневной график также мы можем идти далее и посмотреть четырехчасовой график здесь уже нам понадобится сделать вот так чтобы развернуть его потому что масштаб меняется по сравнению с месячным графиком далее мы можем посмотреть картину на часовом графике 30-ти минутном 15-ти минутном 5-ти минутном ну и самая детализированный график с которым я вам не рекомендую на самом деле на первом этапе работать это 1-минутный потому что на этом графике происходит очень много движений кажется соответственно он непрогнозируемый то есть на нем практически никакой анализ не работает все элементы технического анализа которые вы будете использовать в своей торговле хорошо работают на таймфреймах от четырех часов до соответственно месяца поэтому пока вы только знакомитесь с финансовыми рынками я бы вам рекомендовал использовать именно таймфреймы от четырех часов ну либо от одного часа если вы хотите поторговать внутри дня давайте с вами разберем вот пример на одном на таймфрейме один час смотрите что мы видим мы видим с вами картину каждое свеча отображает один час соответственно взяв вот перекрестие мы можем посмотреть все уровни вот то есть видите до какой степени наглядно валютная пара евро доллар подходила вот к уровню 1.13.8 и несколько раз достаточно стремительно от него отбивалась вот в первый раз коснувшись этого уровня она отбилась до отметки 1.12.38 сначала и в дальнейшем до отметки 1.10.47 вот второй раз она подошла ближе к нему вот спустя несколько дней сейчас подошла третий и уже сейчас она подобралась к этому уровню вплотную поэтому уровень достаточно серьезный для этого там таймфрейма если евро доллар сейчас четвертый виток его пробьет скорее всего движение пойдет в дальнейшем вверх ну это уже предмет наших следующих вебинаров мы будем учиться прогнозировать рынок опираясь на модели технического анализа фундаментального анализа и используя те пользовательские сервисы которые доступны всем нашим клиентам а сейчас мы с вами просто разберем буквально первые шаги в платформе а именно как нам с вами открыть ордер ну давайте еще пару слов я вам расскажу о том как устроен терминал метатрейдера помимо таймфреймов здесь у вас в быстром доступе находится во-первых командная строка со всеми необходимыми сервисами файл вид вставка графики сервис окно справка я думаю что здесь заострять внимание не стоит на этом потому что это специфика каждой программы для microsoft word вот далее мы видим ряд пиктограмм которые будут нужны вам уже в дальнейшем позже пока что нам понадобится только кнопка новый ордер здесь мы с вами настроили в удобном виде для нас график выбрали отступ от правого края но это психологический момент приятно чтобы было видеть какое-то пространство чтобы график вот так вот не упирался в стенку здесь мы можем с вами менять масштаб вот таким образом как в большую так и в меньшую сторону можем поменять отображение но я вам рекомендую именно японские свечи они значительно выигрывают перед барами и линейным отображением графика здесь у нас панель для работы с графической частью нашего анализа то есть если мы с вами хотим нарисовать какую-то линию например вот сопротивление вот мы можем так сделать наклонную линию можем с вами нарисовать вот так горизонтальную линию тот уровень о котором мы говорили но чтобы нам было удобнее с вами работать с графиком но не в этом суть также мы здесь с вами можем построить в быстром доступе фибоначчи я думаю что один из последующих вебинаров мы с вами посвятим изучению как раз таки линии фибоначчи потому что они помогают в значительной степени систематизировать нам с вами график ну и то я с вами уже подробно поговорил это таймфреймы мы с вами выбрали h1 ну либо h4 как вам удобнее давайте выберем h4 он более наглядный захватывает больший промежуток времени так вот теперь нам нужно открыть сделку сначала я вам покажу самый базовый и самый может быть точный способ открытия сделки который вам необходимо знать когда вы открываете сделки позиционно то есть когда вы можете открыть одну сделку для вас не так важно та секунда которую вы потратите на нее вам важно все проверить и рассчитать так вот для того чтобы открыть сделку мы нажимаем кнопку новый ордер у нас появляется всплывающее окно в котором нам необходимо заполнить всего несколько полей во первых мы проверяем чтобы символ был действительно тот по которому мы с вами хотим открыть сделку в нашем случае это евро доллар вот пояснение евро против американского доллара котировка вот в данном случае 1.12.90 показывает сколько евро мы можем купить за 1 доллар то есть соответственно базовая котируемая валюта следующее наиболее наверное важное окно это объем сделки по умолчанию всегда выставляется один лот так называемый объем равен одной целой единице сейчас я вас попрошу где-нибудь в удобном для себя месте записать следующую простую формулу напишите что один торговый лот равно 100 тысяч единиц базовой валюты в нашем случае это евро то есть открывая сделку одним лотом мы с вами покупаем либо продаем 100 тысяч единиц базовой валюты давайте я вот сюда в комментарии буду записывать такие важные моменты один один лот прошу прощения сейчас я переключу язык один лот равен 100 тысяч в нашем случае давайте я вам запишу для простоты евро ну для приблизительных расчетов нам можно использовать также и нам можно также использовать и доллара ну допустим мы остановимся на евро далее я бы хотел чтобы вы записали что в случае открытия сделки одним лотом один пункт для вас стоит один пункт для вас стоит 10 долларов 10 usd давайте теперь посмотрим что такое у нас один пункт вот в нашей котировке которая есть сейчас один пункт это четвертый знак после запятой то есть в нашем случае это цифра вот здесь 3 и 4 соответственно изменение цены вот как мы видим цена меняется прыгает вверх-вниз на один пункт здесь поднять либо то есть удорожание либо подешевение нам будет стоить с вами 10 долларов когда мы открываем такой объем то есть в принципе разумно открывать сделки целиковым лотом когда у вас достаточно большой депозит порядка десяти тысяч долларов если депозит меньше то вы можете открыть сделку например вот 001 лотом это минимальное значение когда вы открываете сделку минимальным значением 001 лотом для вас один пункт стоит всего 10 центов то есть много вы не потеряете но много и не заработаете я же хочу сейчас сделку открыть одним лотом потому что демо счет мне дает целых десять тысяч долларов стоп-лосс мы сразу укажем это значение стоимость дойдя до которой сделка будет закрыта если мы вдруг ошиблись ну то есть вот мы сейчас хотим сыграть на пробитие уровня 1.13 допустим и с вами поставим что если мы играем на увеличение цены то есть мы хотели бы сыграть сейчас точнее на понижение цены на продажу если цена будет расти наша сделка откроется зафиксировав всего небольшой убыток поэтому в стоп-лосс мы с вами укажем допустим 1.1336 с запасом я возьму допустим а в take profit это то значение которое достигнув которого сделка зафиксирует прибыль мы указываем наоборот для продажи ниже стоимость которая есть фактически сейчас то есть если мы пойдем спать и при этом доллар будет укрепляться по отношению к евро система автоматически зафиксирует наш take profit и мы получим прибыль хотя сами за это в этот момент за компьютером не находились давайте поставим один допустим 1.10 давайте поставим 1.10.36 ну это достаточно я из головы взял значение примерно вот по уровню так вот все после того как мы выставили объем стоп-лосс и take profit мы нажимаем sell если считаем что график у нас сейчас пойдет вниз и соответственно buy если считаем что график пойдет вверх так как я take profit и стоп-лосс установил исходя из расчета на то что график пойдет вниз ну достаточно рандомное предположение я нажму сейчас sell видите нам написано что исполнение ордера номер нашего ордера исполнен успешно и сразу же наш ордер появился у нас в строке терминал то есть в нижней части терминала мы с вами видим наш ордер мы видим всю детализацию по нему все значения и видим вот здесь самое важное для нас прибыль либо убыток сначала когда вы открываете сделку даже если вы ее открываете в нужном направлении эта сделка у вас уходит в убыток потому что вы платите спред уже один раз сегодня я говорил вам о спреде но не стал останавливаться сейчас более подробно расскажу спред это комиссия нашей компании наш прямой заработок разница между ценой покупки и продажа подобно любому обменнику где вы можете например купить доллары по чуть менее выгодной для вас цене а вот продать если вы обменнику захотите доллары то цена будет ниже вот то есть соответственно ну принцип купи продай обменник и наша брокерская компания грубо говоря покупает чуть дешевле продает чуть дороже вот эта разница и есть спред мы с вами установили отображение линии ask чтобы в режиме реального времени всегда видеть этот самый спред если мы сейчас с вами нажмем график одну минуту чтобы эту линию было видно то наглядно мы увидим как цена у нас бегает не только одна линия не только линия бит но и линия ask и вот как раз они отличаются друг от друга там где-то на полтора пункта это и есть спред вот это бывает важно видеть потому что зачастую выставив стоп лосс например либо тейк профит назначение какое-то мы видим что график по сути там не доходил и нам кажется что наш ордер исполнился некорректно но это не так потому что мы не учитываем вот эти как раз полтора пункта это бывает редко но это нужно понимать что график вот здесь у вас нарисован исключительно по линии бид а линия ask отличается на величину спреда так как я с вами открыл тип счета директ где спред плавающий эта величина может варьироваться ну как правило она составляет полтора пункта по паре евро доллар то есть открыв эту сделку изначально мы с вами заплатили порядка 15 долларов спреда ну вот вернемся на наш привычный таймфрейм 4 часа и я вам сейчас покажу как можно работать с отложенными ордерами и начать я хочу с ордера take profit и stop loss которую мы с вами выставили значением их можно очень удобно модифицировать зажимая вот линию которую они символизируют и перетаскивая ее то есть видите мы видим что здесь тоже очень мощный уровень и вот take profit можем перетянуть вот на эти свечи чтобы он они захлестывали его в таком случае вот мы принимаем условия в таком случае нам будет всегда ну то есть вероятность того что до 1 10 94 евро доллар дойдет в этом случае выше чем до 1 10 36 поэтому графически проанализировав решили передвинуть take profit и то же самое по отношению к стоп лоссу мы видим что сюда цена заходила мы не хотели бы если бы она еще раз решить сюда зайти а потом пойти вниз чтобы наш стоп лосс зафиксировался поэтому мы его немножко отодвинем вот так чисто визуально вы можете наблюдать давайте даже вот сюда вот так поставим с большим запасом чтобы это было вы можете наблюдать что take profit и стоп лосс у нас находятся в балансе то есть наш стоп лосс меньше чем наш тейк профит на начальном этапе я вам рекомендую открывать сделки именно так чтобы ваш стоп лосс то есть то чем вы рискуете было меньше чем то что вы можете заработать и давайте посмотрим если навести на линию стоп лосс курсор мыши и оставить его там тогда вам в подсказке будет написано что если этот ордер сработает тогда убыток у нас составит 1 тысячу 100 долларов и то же самое давайте теперь на тейк профит сделаем если наш ордер тейк профит сработает тогда прибыль наша составит 3 тысячи девятьсот семнадцать долларов согласитесь в принципе эта сделка достаточно выгодная потому что мы можем заработать 3 тысячи девятьсот семнадцать долларов рискуя при этом всего суммы в тысяча сто долларов это нас устраивает поэтому мы ее открыли условно говоря сейчас глубокого анализа никакого я не проводил давайте пойдем дальше я сейчас вам показал прямой самый такой распространенный способ открытия ордеров давайте эту сделку мы с вами закроем чтобы она нам не мешалась видите мы только зафиксировали нашу небольшую прибыль здесь сразу изменилось значение баланса вот баланс стал больше и соответственно все пересчиталось теперь открытых сделок у нас нету у нас сделка наша попала в нашу историю счета вот нашу с вами прибыль в девятнадцать долларов тут фигурирует вот так за пару минут мы заработали девятнадцать долларов совершенно бездумно то есть не проводя никакого анализа еще и мы могли заработать сорок долларов есть даже определенные стратегии они называются скальпинг когда большим объемом трейдеры открывают сделки быстро чтобы заработать несколько пунктов иногда десяток вот и потом их закрывают второй способ удобный как я например открываю сделки это нажимаете правой кнопкой мыши по экрану и выбираете торговля в один клиент это более такой быстрый формат открытия сделки который зачастую нужен если условия быстро меняются вот мы видим что сейчас какая то повышенная волатильность у нас нету времени нажимать новый ордер все это заполнять мы просто с вами указываем сюда объем вот давайте у нас будет тот же один лот и нажимаем либо сэл либо бай в этом случае мы не выставляем стоп лоссы take profit и сделаем это другим способом ну давайте продолжим нашу медвежью сессию и нажмем сэл видите моментально у нас открылась сделка на сэл на продажу объемом 1 лот но вот она сразу ушла у нас минус 15 сейчас уже 17 долларов но по этой сделке мы не выставили стоп лоссы take profit что я вам настоятельно рекомендую всегда делать поэтому мы сейчас воспользуемся другим более удобным на мой взгляд способом выставления отложенных ордеров когда мы зажимаем линию ордера и перетягиваем ее по отношению к текущей цене то есть вот сюда мы с вами перетягиваем так как у нас сделка открыта на продажу это у нас будет стоп лосс то есть цена идет не в нашу сторону вот на 1900 долларов а вот сюда мы ее перетягиваем на take profit вот все ну и точно так же мы их можем модифицировать это у нас с вами второй способ открытия сделки который является более быстрым но всегда контролируйте что у вас написано в объеме потому что зачастую вы можете работать различными инструментами и где-то у вас будет целиковый лот единица потом вы захотите открыть 001 лот у вас будет стоять тут единицы вы можете понести убыток потому что просто не заметите объем всегда проверяйте каким объемом вы открываете сделку ну давайте так как этот момент очень важный давайте я еще раз заострю ваше внимание на том что при открытии сделки первым лотом при открытии сделки первым лотом вы имеете стоимость пункта 10 долларов то есть изменение вот этого четвертого знака после запятой вам стоит 10 долларов прибыли либо убытка это очень большой объем на самом деле поэтому видите только открыв сделку и чуть-чуть так скажем просев а у нас уже убыток достаточно серьезный вот поэтому я вам настоятельно рекомендую на первом этапе торговать меньшим объемом 0.01 лотом или 0.01 в зависимости от того депозита с которым вы начнете работать также чем уникален и удобен рынок forex и в принципе торговля CFD это тем что вы можете все время не сидеть за компьютером вы можете открывать сделки отложенными ордерами в общем то как я вам делать и советую вот мы сейчас видим дневной график евро доллара и анализируем и понимаем что вот здесь у нас достаточно серьезный уровень 1.15 ну это такая психологическая отметка и график это подтверждает то есть несмотря на то что график хаотичен мы все равно можем выделить тут определенную систему и вот наведя курсор мыши на уровень 1.15 мы видим что достаточно длительный промежуток времени евро доллар отбивался от этого уровня значит скорее всего в дальнейшем он отобьется от него и вновь сделав такое предположение мы можем решить что было бы здорово продать пару евро доллар если она вдруг будет стоить 1.14.43 допустим нам не обязательно сидеть за компьютером и ждать этой отметки мы можем поставить отложенный ордер для этого мы нажимаем кнопку новый ордер и в типе сразу же мы выбираем не немедленное исполнение а мы с вами выбираем отложенный ордер потом точно так же мы с вами выставляем объем ну можем поставить больше например 2 доллара с нашим это депозитом в 10000 это ничего не стоит и указываем цену по которой мы хотели бы открыть этот ордер я вам озвучил цену в 1.14.53 ну условно говоря то есть мы с вами откроем ордер на покупку либо продажу по этой цене сейчас еще очень важный момент который я хотел бы чтобы вы записали что касается отложенных ордеров запишите что ордера с buy и стоп с приставкой и limit limit давайте я вот здесь вам тоже напишу это ордера по более выгодной для вас цене то есть вот мы пишем с вами limit это более выгодная цена то есть для продажи то есть для ордера sell более выгодная цена выше того уровня который есть сейчас а для покупки то есть для ордера buy более выгодная цена та которая ниже текущей цены вот а вторая группа отложенных ордеров это группа ордеров стоп вот стоп ордера buy стоп и sell стоп это продажа по я сейчас напишу вам по менее выгодной цене менее выгодная цена таким образом вы всегда понимаете если вы хотите открыть сделку на продажу от более высокого уровня если туда пойдет цена вы ставите ордер sell stop sell limit прошу прощения если вы хотите открыть сделку на продажу в том случае если цена пробьет определенный уровень то вы ставите ордер sell стоп так вот вернемся с вами к нашей торговле и поставим давайте ордер sell limit вот на ту отметку которую мы с вами написали причем мы можем с вами сразу же задать значение стоп лосс и тейк профит ровно так же как мы это делали в случае с первым ордером вот отсюда написав их здесь то есть прям вот к этому отложенному ордеру у нас будет значение стоп лосс и тейк профит а можем сделать это другим способом я вам покажу чтобы вы все это умели делать все я нажимаю установить ордер сразу у нас видите появилась здесь линия вот давайте мы с вами переместимся на часовый график чтобы вы видите вот у нас сразу здесь появилась линия видите номер ордера sell limit два лота и в графе терминал у нас появился этот ордер под строкой баланс то есть сразу видно что он у нас с вами является не открытым ордером а отложенным и мы с вами можем его всегда модифицировать вот передвинув на графике то есть ну если мы считаем что нам нужна более либо менее выгодная цена и можем поставить ему стоп лосс тейк профит вот прямо модифицирую этот ордер для этого в терминале мы можем с вами два раза кликнуть мышкой по значению стоп лосс и у нас снова появится окно окно ордера в котором мы в общем то можем изменить эти параметры так как мы не выставили ни стоп лосс ни тейк профит мы можем сделать сейчас то есть нажать например что стоп лосс у нас наступит если после достижения цены 1.14 52.9 когда сработает наш ордер цена пойдет выше и достигнет значения 1.15 допустим 38 а тейк профит то есть если мы опять же будем спать во время того как это произойдет это ордер который сработает в том случае если цена дойдет до значения 1.1450 2.9 а потом пойдет вниз и достигнет отметки допустим 1.1145 значение я беру примерно на самом деле для быстроты расчетов и у нас опять же наш тейк профит стоп лосс появились сейчас на графике таким образом мы видим сейчас что стоп лосс у этой сделки вот он будет у нас равен убытку в 1700 долларов а тейк профит у нас вот он будет равен у нас прибыли в 6158 долларов вот если мы передвигаем дат ордер вместе с ним у нас бежит сразу же и стоп лосс тейк профит они зафиксировались все достаточно просто и понятно в дальнейшем мы с вами поговорим о том как можно анализировать рынок чтобы видеть уровни чтобы участвовать в трендах ну вот например видите по евро доллару какой был затяжной тренд вот буквально с даже раньше чем середины прошлого года там с мая месяца евро доллар начал стремительно падать то есть доллар начал укрепляться по отношению к евро и прошел очень долгий путь со значения практически 1.4 до лоу у него было 1.04.50 если бы вы вот где-то здесь с отметки 1.04 открыли вот так так мы сейчас с вами это сделали сделку на селл буквально объемом один лот ну естественно на вашем реальном счете то несложно посчитать сколько пунктов вы могли заработать давайте я вместе с вами посчитаю на простом примере вот давайте для этого возьмем с вами вот значение вот максимальное ну допустим вот где-то здесь мы открыли сделку с вами берем 3890 вот 3890 и из этого значения вычитаем допустим мы вот здесь закрыли сделку где-то в районе 1.05.46 из этого значения мы вычитаем минус 0.5.46 то есть 546 вычитаем получаем 3344 пункта для этого нужно умножить на стоимость пункта в нашем случае это 10 долларов мы получаем с вами прибыль сделав то же самое на реальном счете год назад мы бы заработали с вами 33 тысячи 440 долларов это открыв сделку всего лишь первым лотом если бы мы это сделали десятым лотом это если вам позволяет ваш депозит это сумма была бы уже 330 тысяч долларов то есть понимаете да что на этом можно зарабатывать причем почему я сакцентировал вашу не в тренде потому что график наглядно показывает что движение было нисходящим значительных откатов то есть движение восстановительных вверх дабы вы теряли не было то есть на самом деле это просто была долина эльдорадо говоря проще вот то есть если бы вы продавали вы могли наращивать позиции вы могли сделать на этом целое состояние что говорить о графике до этого периода то мы здесь уже не видим такой картины здесь есть движение но оно достаточно хаотично нет четкой направленности нету ни рост ни падения она торгуется в определенном коридоре это уже не так интересно потому что заработать на этом сложнее но тоже есть свои стратегии это можно делать но такой тренд как был по евро доллару вот прошлый год это просто подарок поэтому если бы вы начали торговать в прошлом году я бы вам рекомендовал открывать именно такие сделки сейчас мы пока наблюдаем за развитием событий такие торговые идеи образуются время от времени по различным инструментам вот у нас у нас их сколько посмотрите тут их порядка ста это и валютные пары и кросс курсы и индексы и энергоносители вот например UCOIL это сырая нефть марки бренд мерила сырой нефти вы можете по нему торговать UCOIL тоже нефть американская вот то есть вы можете торговать рублем вы можете торговать индексами вот например GER30 это индекс DAX немецких компаний рус 50 это индекс RTS вот можете торговать котировками на стоимость хлопка сахара выбор на самом деле очень большой я уверен что каждый из вас сможет найти стратегию по определенному инструменту вы можете начать знакомство с евро доллара австралийского доллара к примеру а потом уже выбрать тот инструмент который будет вам подходить и которую вы сможете анализировать то есть по которому вы будете понимать ход движений мне мне к примеру очень нравится нефть в торговле потому что это не просто индикатив из валюты потому что валюта она поддается спекуляции очень сильно и ее можно загнать вверх либо вниз просто словами как это делает к примеру марио драги что касается нефти это ресурс и в любом случае какие бы выступления события не происходили ресурс обладает своим спросом его необходимо добыть его необходимо выработать вот поэтому чистой спекуляции стоимость нефти значительной степени не изменить возможно это является той причиной что мне симпатизирует этот актив так вот что еще хотел сказать то что в обзоре рынка это список всех символов откуда мы будем с вами графики открывать а если вы наводите курсор мыши то у нас пояснение выскакивает что аудикат это австралийский доллар против канадского доллара пара форекс там к примеру ауди джпуай это австралийский доллар против японской иены вот точно так же по индексам и любым другим символом давайте вот откроем с вами еще валютную пару допустим чтобы нам посмотреть такого интересного давайте посмотрим еще доллар к рублю к русскому вот для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши нажимаем окно графика и вот у нас появляется рубль родной нам всем рубль который последнее время достаточно нелогично себя ведет вот мы смотрим с вами на 4 часовой график давайте сразу поставим отображение в барах выберем цветовую схему черно-белую чтобы мы не в барах прошу прощения в свечах а могли его более наглядно видите вот такой вот график нашей отечественной валюты вот черный вторник здесь наглядно выделяется на этом графике на хаях рубль падал до 78 доллар точнее укреплялся до 78 рублей вот сейчас рубль котируется на отметке где-то 53.88 так как в общем-то у нас отображается цена бит она где-то на 40 объект отличается от фактической цены средней то есть ну по факту сейчас выше чем 54 рубля стоит 1 доллар многие аналитики сходятся на мнение что сейчас рубль будет слабеть и вернется сначала к отметке 70 а потом 100 и 140 поэтому это выгодно занять длинную позицию по рублю то есть по паре доллар рубль открыть сделку уже не на сел как мы открывали по евро доллару а на бай на покупку вот эта сделка может принести очень хорошую прибыль ну что ж основные функции терминала метод трейдер 4 я вам показал которые необходимо знать для того чтобы открывать ваши первые сделки в дальнейшем будем с вами учиться осознанно прогнозировать рынок в любом случае это конечно же стихия то есть нет алгоритма который полностью даст вам стопроцентную вероятность правильного прогноза но так или иначе вот на примере того же евро доллара я вам продемонстрировал что хоть рынок это и стихия но у нее есть определенные закономерности которые встречаются изо дня в день из месяца в месяц из года в год поэтому вот в этой в этом балансе когда вы не знаете что будет либо пойдет вверх либо вниз вот когда вы видите эти закономерности они смещают вероятность в вашу пользу то есть вот к примеру видите месячный график евро доллара тут прям наглядно просится вот такая линия наклонная вот я сейчас я очень грубо провел естественно для технического анализа следует проводить более четкие измерения вот так то есть наглядный коридор сходящийся треугольник и вот от этих планок четыре раза от верхней и три раза от нижней отбивался евро доллар и потом по законам технического анализа когда он пробил этот уровень он ушел далеко вниз соответственно график то есть движение цены оно хоть и хаотичное но в нем можно найти определенные закономерности которые вам помогут найти правильные точки для входа и правильные сделки вот тем временем наша сделка приносит нам уже убыток достаточно большой открывали мы ее с вами бездумно то есть я совершенно не прогнозировал движение цены просто показывал вам как открывается сделка поэтому вот это уже вероятность я предлагаю ее оставить нам до следующего вебинара возможно она выйдет у нас с вами хороший плюс то есть это еще один очень важный момент на котором я хотел бы заострить ваше внимание заключается он в том что зачастую зачастую когда вы в нужном направлении открываете сделку сначала она уходит в убыток потому что как вы видите рынок это и любое движение сопровождается откатом и на самом деле угадать и открыть вот например сделку на продажу вот здесь чтобы в убыток она не уходила вот здесь ну сами понимаете вероятность невелика поэтому ничего страшного что когда вы открываете сделку она уходит в убыток в очень большой вот это для нас не критично к примеру в вашем случае если вы только начинаете работать с форексом торговать на реальном счете и открыли бы сделку 001 вот там в 100 раз меньше мы бы сейчас потеряли с вами не 154 доллара а всего лишь поделите нас что это значение сколько будет вот то есть мы практически ничего не потеряли 1 до полтора доллара у нас был бы сейчас убыток но и не заработали бы на этом я заканчиваю рассматривать платформу MetaTrader 4 и буквально пару моментов сейчас вам покажу по личному кабинету вот в таком видео он представлен и у вас в браузере что мы здесь видим кнопка по полный счет которая пригодится когда вы переходите к реальной торговле различные платежные системы курс вот то есть тут все достаточно подробно вы можете видеть что наша компания дает вам очень богатый выбор платежных систем как на ввод так и на вывод средств эти условия у нас оптимизированы вот то есть по полный счет вы можете и мы компенсируем комиссию каждой из этих платежных систем то есть на счет вам попадает ровно та же сумма что и вы отправляете для того чтобы в дальнейшем вывести средства вы нажимаете вывод средств соответствующую кнопку и здесь уже выбираете систему которая вам нужна например банковский перевод указываете сумму вам здесь указан курс заполняете реквизиты и вывод у вас отправляется вот здесь у нас в разделе счета мои счета если мы с вами сейчас откроем счет давайте открыть новый счет например тоже директ сразу же у нас появится в разделе мои счета и здесь у нас есть кнопка анализатор торговли когда вы будете работать с реальным счетом я вам настоятельно рекомендую пользоваться этим сервисом потому что он будет подчитывать всю статистику по вашему счету и показывать где вы ошибаетесь то есть пользуясь этим сервисом вы будете видеть свои пробелы вы будете видеть где вы недорабатываете где вы рискуете и сможете это легко исправить есть и загрузка депозитов будет график здесь доходности просадки кредитного плеча движения ваших реальных средств будет показываться вся торговая статистика и анализ проводится вплоть до каждого месяца все будет выводиться в форме наглядных и простых диаграмм то есть этот сервис в дальнейшем когда вы уже приступите к работе с реальным счетом используйте обязательно и в графе сервиса есть несколько полезных инструментов авточарт это инструмент технического анализа автоматический индикатор настроения каримана и совокупная оппозиция это индикаторы пользовательского настроения у нас на сайте и на канале youtube есть очень наглядные и развернутые презентации этих сервисов в которых мой коллега подробно рассказывает о них также я вам настоятельно рекомендую их посмотреть ну что ж на этом давайте мы закончим с вами вебинар вроде обсудили все базовые моменты если вы с чем-то не разобрались либо что-то я объяснил недостаточно подробно можете обращаться по контактным номерам телефона либо в общий чат ваши персональные менеджеры предоставят вам более подробную информацию вот ну и также не забывайте о том что на нашем сайте есть раздел обучения где еще в большем масштабе необходимая информация предоставлена в виде простых коротких и понятных видеороликов настоятельно рекомендую вам их посмотреть перед тем как будете начинать торговать на реальном счете ну и слушайте смотрите брифинги нашего аналитического отдела мы их обычно выкладываем в графе аналитика рынков ну что ж сегодня нас было с вами очень мало этот вебинар попадет в запись я думаю что он будет полезен в большей степени не вот онлайн формате именно в оффлайн режиме тем же кто сегодня был с нами я желаю говорю спасибо за внимание надеюсь эта информация которую я вам предоставил будет полезна вот ну и желаю хорошего вечера всего доброго